Всем привет! С вами Шушеник, автор блога usadvice.ru, все про США. В этом видео я расскажу, как американцы меняют машины. Ну, то есть, как, если вы хотите купить новую машину, как вы можете отдать свою старую, взять новую. Как раз недавно мы поменяли мужу машину, отдали его Mazda MX-5 Miata и взяли Dodge Dart. И, базируясь на новом опыте, мы и до этого меняли машины, но как раз свежие, так сказать, факты, и я решила сделать видео на эту тему. Заодно я вам цены скажу, налогов и всего такого. Значит, если вы хотите поменять машину, в первую очередь нужно знать, что вы можете рассчитывать. То есть, вы должны приблизительно знать, что вы хотите. Прежде чем вы пойдете в дилершип. И сколько приблизительно ваша машина будет стоить. Это работает так, что вы, когда вы приходите, вы хотите купить машину, вы делаете трейд-ин, да? Вы даете дилершипу свою старую машину, и они вам, ну, там, определенную стоимость, да, сколько они оценивают вашу машину, включают в кредит, да, который вы берете, или если вы покупаете на кэш, то вы там платите меньше и так далее. Значит, что нужно сделать, прежде чем вы пойдете в дилершип? Нужно приблизительно понять, сколько стоит ваша машина. Это можно узнать на сайте kbb.com. Там можно ввести, как бы, всю информацию по вашей машине, и оно покажет приблизительную, как бы, шкалу, да, самые низкие и самые высокие. Ну, обычно дилершипы всегда дают цены ближе к нижней планке, если не ниже. То есть, ну, нужно приблизительно знать, хотя бы, ну, на что вы можете рассчитывать. Дальше, если у вас машина была в кредите, что происходит с этим кредитом? В идеале, конечно, будет хорошо, если ваша машина будет стоить столько же, сколько вы должны, тогда вам ничего не придется сверху доплачивать. Если, например, вам осталось там 15 тысяч, и ваша машина оценивается в 15 тысяч, то вот как бы, ну, вы ее, грубо говоря, продали, закрыли этот долг, и все, вы покупаете с чистого листа, да. Но чаще всего происходит обратное, потому что машины обесцениваются быстро, и чаще всего, ну, часто, не чаще всего, но часто бывает, что у вас долг больше, чем стоимость машины. Например, если у вас долг 15 тысяч, а машина оценивается в 10 тысяч, то эти 5 тысяч разницы придется заплатить из собственного кармана. Они пойдут в новый ваш лоун, в новый кредит. Но в нашем случае нам повезло, у нас как раз оценили, там, стоимость столько же, сколько мы были должны, как бы, и это, ну, закрылось. Дальше, цены на машины. Многие заходят на сайт и видят маленькие цены, и говорят, вау, класс, какие низкие цены. На самом деле, к этой цене нужно еще немного добавлять, я вам озвучу цифры, но, естественно, надо торговаться с этими дилерами, чтобы они немного сбили цену. Это возможно, и обычно они работают таким образом, что они проверяют ваш кредит-скор, они спрашивают, сколько приблизительно вы хотите платить в месяц, сколько вы готовы платить. И в зависимости от этого они... Ну, опять же, для этого нужно сделать домашнюю работу и посмотреть, это реалистично или нет. Если вы хотите купить машину, там, я не знаю, за 50 тысяч долларов, то вряд ли вы будете платить 300 долларов в месяц, естественно. То есть нужно посмотреть, знать, на что рассчитывать, но они работают таким образом, что они спрашивают, что вы хотите, проверяют ваш кредит-скор, кредит-репорт, и если вы говорите, я хочу платить приблизительно 300 долларов в месяц, то они пытаются с вами сделать такую сделку, чтобы приблизительно так и получалось. То есть там можно попросить их снизить цену, там, поторговаться с ними, но опять же нужно проверить на КББ, чтобы это было реалистично. Ну, во-первых, реалистично, во-вторых, знать приблизительно потолок, куда ниже чего они уже не пойдут в любом случае. Ну, и кроме того, опять же, в зависимости от вашего кредита, какие они предложат там процентные ставки, и в зависимости от того, насколько вы берете этот кредит, там, по-моему, больше всего, дольше всего можно взять на 8 лет на машину. Чем дольше, тем больше процентная ставка. То есть вот эти вот идеальные, ну, то, что рекламируют, да, в рекламах там 0% годовых или там 0.5% годовых, во-первых, это распространяется не на любую машину, а на определенные марки машин, марки и модели. Во-вторых, это при условии, что вы берете на определенное количество лет, и у вас идеальная кредитная история, кредитскор. То есть если вы хотите взять там на 5 лет, это вам не дадут, это идеальное, да, идеальное условие. Они дадут их, например, на 3 года. Ну, к примеру, я говорю. То есть это то, что рекламируют, это описывается идеальный случай. Это далеко не так в любом случае. И далеко не на каждую машину распространяется. Не на каждую модель. Так, давайте я вам озвучу цифры. Значит, что мы заплатили за машину? За машину мы заплатили 24 846, плюс 2181 налог. 29 долларов за регистрацию, около 250-300 долларов за разные там fees. Ну, в смысле там за license fee, за California tire fee, smoke abatement и всякое такое. Они нам дали скидку 2750. Мы также купили сервис. Тут можно покупать, ну, там, на определенное количество лет. Выбираешь, сколько сервис, ну, там, смену масла и все такое. Ты, как бы, припей делаешь, потом просто ходишь, они тебе это бесплатно делают. Это стоило 1695 на 6 лет. Также мы купили extended warranty. То есть гарантию, стандартная гарантия идет на 3 года. Мы купили на 6. Это стоило 2375. И также мы взяли gap insurance за 695 долларов. Это страховка, которая, ну, например, если наша машина уже упала в цене, да, и она стоит, там, я не знаю, 15 тысяч долларов, да, а мы банку должны 25 тысяч долларов. И тут произошла очень серьезная авария, она не подлежит ремонту. Так, страховая компания в таком случае не выплатит столько денег, чтобы мы могли закрыть долг на нее. То есть на нас останется эта разница. Страховая компания выплачивает только стоимость машины. То есть страховая компания выплатит 15 тысяч, а вот эта разница в 10 тысяч останется на нас. Так вот этот gap insurance, он закрывает эту разницу. То есть если произойдет такая ситуация, тогда эта страховка выплатит. Эти все страховка, сервис и гарантия, их можно, в принципе, в любой момент прекратить, и они разницу вернут обратно, ну, разницу, сколько там останется денег. Но мы решили взять, потому что как раз с прошлой машиной были постоянные проблемы после того, как закончилась ее гарантия трехлетняя, начались с ней проблемы, и там тратились деньги на нее постоянно. Одна из причин, почему мы решили ее продать и взять другую, но в этот раз мы решили как бы подстраховаться и не рисковать. Надеюсь, видео оказалось полезным. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Шуша Ник, автор блога usadvise.ru. Все про США. Всем спасибо, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!